Цены на нефть несколько стабилизировались, а объемы добычи будут постепенно возрастать. Инвесторы теперь оценивают возможные варианты для дальнейшего развития событий. Отныне все зависит от роста спроса на черное золото, вернее его темпа. Как-то прояснить ситуацию может макроэкономическая статистика, например, данные по ВВП, однако они публикуются довольно редко, поэтому инвесторам придется ориентироваться на отчеты по промышленному производству и розничным продажам в ключевых экономиках. Итак, получается, что в краткосрочной перспективе цены на нефть должны оставаться на текущих уровнях. Однако ее явная перепроданность подготовила все условия для восходящей коррекции. Но для этого нужен хоть какой-то повод, поэтому рынок будет следить за информационным фоном. И как раз завтра состоятся и заседания правления Европейского Центрального банка и пресс-конференция Кристин Лагард. Если прогнозы по темпам экономического роста еврозоны будут повышены, то это как раз и станет поводом для коррекции цен на нефть вверх. Ну а теперь поподробнее рассмотрим ситуацию с разными марками черного золота. Котировки нефти Brent после стремительного снижения в период с 14 по 19 июля перешли в режим застоя. Цена европейской нефти движется по амплитуде в границах от отметки 69,5 долларов до 70,20 долларов за баррель. В данной ситуации трейдерам имеет смысл отслеживать пробой в том или ином направлении. Это может указать на последующий ход на рынке. А пока следует дождаться текущего диапазона цен. Что касается американской марки WTI, то здесь границами текущего диапазона служат котировки 66,00 и 68,50. До завтрашнего дня вряд ли стоимость нефти этой марки выйдет за эти границы, поэтому мы внимательно следим за новостным фоном и сразу же сообщим, если прогноз изменится. На фоне этого мы не можем упустить из виду и позиции российского рубля. Так, валютная пара доллар-рубль за вчерашний день незначительно откатилась до уровня 74,30. Правда позже возник обратный ход, словно ничего и не было. Судя по текущей болтанке, можно предположить, что участники рынка возможно нацелились на новый ценовой диапазон. Теперь котировки пары в качестве возможных границ смогут держаться в диапазоне от 74,30 до 74,80 в течение сегодняшнего дня. Ну а валютная пара евро-рубль, в отличие от коллеги по рынку, продемонстрировала чуть более заметное снижение за вчерашний день. Ее котировкам удалось опуститься к 87,50, после чего возник ценовой застой. Можно предположить, что относительно этой цены возникнет новый торговый диапазон от 87,50 до 87,70. Теперь работа будет проводиться по методу пробоя той или иной границы. На самом деле рубль продолжает вести довольно странно. Вместо того, чтобы, как и прочие валюты, терять свои позиции по отношению к доллару, он, по большому счету, стоит на месте. Даже видно его незначительные укрепления. Отчасти это связано с поведением Росстата, который в очередной раз перенес публикацию макроэкономических данных. Вчера должны были выйти отчеты по уровню безработицы и розничным продажам, но их публикацию перенесли на 28 июля. Прогнозы по данным по-прежнему носят скорее негативный характер, поэтому они вполне могли стать поводом для ослабления рубля. Но раз их пока нет, то рубль все еще не знает, что ему делать. Именно по этой причине мы и наблюдаем его продолжающееся топтание на месте.